Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с любовью. Сегодня готовим быстрое блюдо. Слойки с капустой. Они не могут не понравиться. Хрустящие, нежные. Здесь очень много начинки. Выпекаются проще простого. С утра напекла замечательные конвертики, треугольники с капустой. Всем рекомендую. Пышные, хрустящие, просто обедение. Очень аппетитные и готовятся несложно. Сначала я приготовлю начинку для слоек с капустой. Для нее нам нужны будут следующие продукты. 300 граммов капусты, уже нашинкованной. 1 крупная луковица, нарезанная кубиком. 1 крупная морковь, нарезанная полосками. Соль, перец добавляем по вкусу и 150 миллилитров томата. Также я немножко добавляю сахара. На раскаленную сковороду с растительным маслом выкладываем лук с морковью и обжариваем. Чуточку обжарили. Теперь сверху выкладываем капусту. Нужно теперь поджарить капусту. Не спешим добавлять томат. Поджарили капусту. Теперь выливаем томат. И тут уже добавляем соль, перец на ваш вкус. И немножко нужно протушить. Вкуснейшая начинка. Я делаю с такой начинкой и пирожки, и рулеты бывают делаю несладкие. Поэтому стоит вам приготовить. А вообще из слоеного теста это просто находка. Быстро и просто начинку. Главное заранее приготовить, чтобы она полностью остыла. Теперь нужно протушить капусту с томатом. И начинка готова. Начинка готова. Выключила плиту. Посмотрите. Очень вкусно получается. Специи добавляйте на свой вкус. Но я добавляю только сахар, соль и перец. Ну что, приступаем к приготовлению слоек. Капустная начинка готова. У меня также есть 450 граммов слоеного бездрожжевого теста. Напоминаю. Если вы берете тесто с морозилки, сразу его нужно класть в холодильник, чтобы оно разморозилось. И лишь потом делать из него слойки с любой начинкой. Берем, раскатываем немножко. Сейчас покажу, какие мы сделаем аппетитные треугольнички. Духовку я уже включила разогреваться. Нам нужно нарезать на квадратики. Раскатали, пойдет. Теперь, смотрите, разрезаем полосочку на две части. И теперь режем на квадратики. Раз. Как получается. Два. Три-четыре. Дальше выкладываем капустную начинку. Обожаю слойки с капустой. Пирожки с капустой. Все люблю с капустой. Духовку уже включила разогреваться. Теперь соединяем два противоположных края. Защипали и теперь завернули. Видите, какая красота. Просто и быстро. Берем следующий кусочек теста. Смотрите. Соединяем два противоположных края. Капустную начинку запихиваем. Чем-то напоминает лепку вареника. Вот. Теперь еще раз вот так. Хорошо защипали края. И делаем подвороты. Вот такая красота. Теперь берем одно яйцо. Сболтали вилкой. И сверху смазываем наши треугольнички. Духовочка у меня уже разогрета. Вообще изделия из слоеного теста ставят только в горячую, хорошо разогретую духовку. Это очень важно. Теперь треугольники сверху посыпаем белым и черным кунжутом. И ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Треугольники запекались в духовке 30 минут. Разломаю вам слоечку вблизи. Люблю этот хруст. Вы посмотрите. Много начинки. Очень вкусные слойки. Главное, готовятся молниеносно. Моя любимая начинка. Вы слышите хруст? Такой приятный. Сколько начинки. С капусточкой. Слоеное тесто. Не знаю, очень много пишут комментарии. Я не знаю, как готовить выпечку слоеного теста. Для вас я уже неоднократно снимаю слойки и сладкой, и не сладкой начинкой. Это отличный вариант для быстрого приготовления еды. Очень вкусно. Можно приготовить как сладкой, так и не сладкой начинкой. Просто восхитительно. Прямо такое слоистое, слоистое. И еще вы задаете вопрос, какое слоеное бездрожжевое тесто я использую. Самое обычное. У нас есть супермаркет, распространенный в Украине АТБ. Слоеное тесто, это их производство. Своя линия называется. Не знаю, всегда получается у меня выпечка. Всегда идеальная, всегда слоистое. Поэтому, если вы не знаете, какое тесто использовать, берите то, что я использую. Всегда беспроигрышный вариант. Можно даже сделать штрудель. Можно сделать все, что угодно с этого теста. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Выпекайте вместе со мной. Слойки с капустой получились на все 100%. Красавцы! Очень аппетитные! Готовьте на здоровье, готовьте в удовольствие и радуйте свою семью домашней едой. А я вам в этом буду помогать. С вами была Ира и канал Готовим с любовью. До новых встреч! Пока-пока!